Осенью и зимой в наших широтах по традиции начинаются вспышки ОРВИ. В холодное время года мы болеем чаще. Как защитить себя в сезон простуды, расскажет помощник-эпидемиолога Марина Бондаренко. Ежегодно осенью традиционно растет заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями ОРВИ. Пик заболеваемости обычно приходится на конец осени, начало зимы. В этом эпидсезоне прогнозируется повышенный риск заражения гриппом COVID-19, а также всплеск обычных респираторно-вирусных инфекций. В настоящее время заболеваемость ОРВИ в районе низкая. И сейчас как раз время подготовиться к эпидсезону, чтобы иммунитет к вирусным инфекциям сформировался до наступления холодов. Вакцинация против гриппа – это наиболее эффективный способ профилактики. Она способствует формированию коллективного иммунитета. Чем больше людей будет привито от гриппа, тем меньше будет распространяться вирус, и заразиться может меньшее количество людей. Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно показана детям с 6 месяцем, лицам, страдающим хроническими заболеваниями, лицам старше 60 лет, беременным, а также лицам из групп профессионального риска. Это медработники, работники образования, сферы обслуживания и другие группы. В районе продолжается прививочная кампания против гриппа, которая началась в конце августа этого года. На сегодняшний день уже привито 6 650 человек, в том числе детей 1850 человек. Всего планируется привить в этом году 17 300 человек, из них детей 300 человек. Иммунопрофилактика против гриппа проводится отечественными вакцинами, ультраксквадри и совигрипп, которые доказали свою эффективность и безопасность. Сделать прививку против гриппа можно по месту жительства в поликлинике, врачебной амбулатории или фельдшеско-акушерском пункте. Для этого необходимо записаться на прием к участковому врачу через портал госуслуг или по номеру телефона 122. Врач проведет осмотр и при отсутствии противопоказаний направит на проведение прививки. Помните, что прививка поможет защитить вас от тяжелого течения заболевания и его последствий. Также существуют и неспецифические методы профилактики, которые актуальны для большинства видов инфекции. Это мыть руки и обрабатывать их антисептиков, пользоваться маской в местах скопления людей, избегать тесного контакта с людьми с признаками простудных заболеваний, а также вести здоровый образ жизни. Защитите себя и будьте здоровы. Люди теснятся в поликлиниках, офисах, детских садах и школах, где жарко и душно. Все это создает идеальные условия для распространения инфекции и на помощь приходят врачи нашего района. Сегодня в системе здравоохранения нашего района трудится 293 человека. Из них 36 врачей, 133 среднего персонала и 124 прочего. Участковую службу составляет 13 терапевтических и 6 педиатрических участков, которые обслуживают 12 врачей-терапевтов и 2 врача-педиатра. Участковые врачи играют важную роль в организации и оказании медицинской помощи населению. Они являются первым контактом пациентов с системой здравоохранения и осуществляют всестороннюю медицинскую помощь взрослым и детям на своем участке. Одной из главных функций участковой службы является профилактика заболеваний. Избежать простудных заболеваний осенью и зимой практически невозможно, но уменьшить вероятность их возникновения как в организованных коллективах, так и среди населения, вполне реально при условии соблюдения ряда профилактических и противопедемических мер. Основным и самым эффективным способом профилактики гриппа является вакцинация. В предопедемический период все медицинские работники, как категории высокого риска заболевания гриппом, подлежат вакцинации. На сегодняшний день из числа запланированных на вакцинацию 165 медицинских работников привелось от гриппа 162 человека, что составляет 98%. Уважаемые жители района, будьте на шаг впереди от инфекции, защитите себя и своих детей от гриппа. Я как медицинская сестра врача-педиатра Дмитриевской врачебной амбулатории поселка Дружба хочу сказать, что в сравнении с прошлыми годами, когда нам приходилось работать в несприспособленных зданиях, но все равно мы делали свое дело, свои обязанности мы выполняли. А теперь, когда мы переехали в новое красивое уютное здание, соответствующее всем требованиям, где поток детей разделен на здоровые и с признаками ОРВИ, нам работать стало комфортнее. Каждый год у нас идет вакцинация против гриппа детей. Я призываю родителей, чтобы они прививали своих детей против гриппа, чтобы дети были здоровыми. На фоне инфекции часто возникают осложнения. К вирусу может присоединиться бактерия, и тогда случаются атиты, синуситы и многое другое. Особенно подвержены этим осложнениям дети раннего возраста, так как их иммунитет более восприимчив. В данный момент в детском отделении находятся 14 детей на стационарном лечении с различными осложнениями острой вирусной инфекции. В осенне-зимний период ожидается ухудшение эпидемиологической ситуации, так же, как и в прошлые года. И в отделении имеется необходимое оборудование и медицинские препараты для оказания помощи таким детям. В случае необходимости будут развернуты дополнительные койки для детей с острой вирусной инфекцией.